Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я хочу представить вам мое видео Желудочный сок и отрыжка, герб, яблочный уксус, язвы и антоциды. И сейчас вы узнаете, какова же связь кислотности желудочного сока со здоровьем, от чего же возникает отрыжка и герб, чем опасна пониженная кислотность, а также любимые врачами антоциды, и как решить эту проблему отрыжки и герб, защититься от язвы желудка и наладить пищеварение в целом. Итак, связь кислотности, то есть pH желудочного сока и здоровья, очевидна. Недостаток соляной кислоты желудочного сока вызывает гипоацидность, а это однозначно разрушающее здоровье состояние. И это так, поскольку пониженная кислотность желудочного сока – это, во-первых, плохой защитный барьер на пути попадания через пищу в организм грибков, вирусов, бактерий и отчасти паразитов, их яиц, по крайней мере. Поскольку соляная кислота – это защита и дезинфектор, разумеется. И главная роль желудка заключается, в отличие от мнений большинства людей, обывателей, именно в том, что соляная кислота и фермент пепсин желудка, они расщепляют сложные белки, разрушают, денатурируют их на более простые, а бактерии, вирусы, грибки – это тоже белки. И поэтому защитная функция желудка – основная, главная, наиважнейшая. Во-вторых, пониженная кислотность желудка – это еще и ухудшенное пищеварение пищи и всасывание питательных веществ, особенно минералов. К 35 годам плюс-минус у всех людей концентрация соляной кислоты в желудке начинает падать, и тогда ухудшается переваривание и усвоение многих компонентов пищи. А плохое усвоение пищи приводит к иммунодефициту рано или поздно и прогрессированию хронических заболеваний. Естественно, при недостатке соляной кислоты особенно плохо перевариваются белки. Как следствие для зожников – это одна из причин неудач на сыроедении и веганстве, и вообще на любых типах диет. Это и всяческие возможные истощения, снижение массы тела, мышечной ткани и так далее по причине плохого усвоения питательных веществ. При слабой кислоте желудка не поступает в должной степени сигнал в печень выработать достаточное количество желчи для расщепления жиров и усвоения жирорастворимых витаминов, и много прочих подобных проблем возникает. Тогда желчи в должном количестве печенью не выпускаются в просвет 12-перстной кишки по общему желчному протоку, и тогда при дефиците желчи возникают вздутия, бурления и тому подобное. Про изжогу, близкую тему к сегодняшней лекции я недавно публиковал вот это видео. Речь там шла о рефлюксе, и я пояснил о сути заболеваний, причин, и как их устранить. А вот про газы, урчание, вздутие я расскажу в отдельном видео. Хотите, чтобы я такое видео сделал, объяснил причины, последствия, как лечить, как не допустить, как наладить пищеварение в этом смысле, потому что это тоже мешает пищеварению, разумеется, это дисбактериозное состояние, я могу сделать отдельное видео. Напишите тогда под этим видео в комментариях, что вы хотите, чтобы я сделал такое видео про газы, вздутие и так далее. Кстати, про безопасные и эффективные методы лечения кошек и собак от разных болезней. Смотрите вот это мое видео, оно будет также по ссылочке в описании. Ну а теперь про отрыжку. Если среда желудка не такая кислая, как должна быть, а именно с PH1-3, а не 3-4, как у многих сейчас, то тогда и потому возникает отрыжка. Дело вот в чем. Кислотная отрыжка, как любая отрыжка вообще, это состояние, когда плохо закрывается клапан между желудком и пищеводом, и тогда кислота забрасывается в пищевод из желудка. А происходит это тогда, когда не хватает кислоты в желудке, да-да. А люди что делают? И врачи советуют многие. От изжоги и отрыжки принимают щелочи, например, соду, и различные антоциды назначают врачи. А это только усугубляет проблему, но не решает ее в долгосрочной перспективе, а только молниеносно происходит решение проблемы. Но ведь причина-то не устраняется. И также при герб всегда есть пониженная кислотность желудочного сока и проблема отрыжки именно в клапане. Если кислоты в желудке мало, клапан открыт, так как, внимание, закрывается клапан плотно, как и положено ему, только при PH желудочного сока 1-3 в этом диапазоне. Вот и все. И решить проблему с отрыжкой как раз просто. Просто люди решают не теми способами и не там ищут причину и устраняют совершенно не то, вообще не устраняют причину. Так вот, если уже долгое время идет такое хроническое состояние, то возникает рефлюкс герб. И тогда клапан не закрывается вовсе. А заброс кислоты в пищевод вызывает много проблем со временем, вплоть до рака пищевода. Итак, кислотная отрыжка это всегда дефицит кислоты желудка. И это может привести и к язве желудка в том числе. Но не только проблемы желудка вызывают дефицит кислоты в желудке, но и кишечника. От дивертикулита до болезни крона. Эти и другие болезни усугубляются именно из-за нарушения PH среды желудка. По причинам, во-первых, плохой дезинфекции, о чем я уже говорил, пищи. И по причине, во-вторых, плохого переваривания и усвоения компонентов этой пищи. Но есть еще одна проблема отрыжки, помимо главной, то есть пониженной кислотности желудочного сока. Но она бывает очень редко, тем не менее я скажу, это проблема надпочечников. Если у вас с желудочным соком все в порядке, надо проверить надпочечники. Может быть проблема в вегетативной нервной системе, но это бывает редко. А любимые врачами антоциды вообще не решают проблемы кислотности желудочного сока. И не устраняют отрыжку в принципе. Эти ингибиторы протонной помпы приводят к многим проблемам с организмом. От рака желудка до слабоумия. Если соду принимать, кстати, а это выход, по крайней мере в быстрой перспективе, но не в долгосрочной, то принимайте тогда соду задолго до еды. Хотя бы там за полчаса, за час. Обязательно посмотрите вот это мое видео про соду. И будете знать, как правильно принимать соду внутрь и снаружи. Так что же делать? Вот мои очень важные советы. Самое важное, это повысить кислотность желудочного сока до нормального физиологичного природы обусловленного показателя 1,3PH. А это приведет к активации выброса желчи печенью и желчным пузырем, как накопителем желчи, и нормальному выбросу ферментов поджелудочной железы, которые через общий желчный проток в итоге выводятся в просвет 12-перстной кишки тонкого кишечника. Тогда наладится постепенное переваривание пищи. Ну, если, конечно, вы не будете есть много сладкого и мясного. Да, не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал «Жизнь на земле». И если кому-то будет это интересно, подписывайтесь на него. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в моё хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. И ещё одно маленькое объявление моё. Я продаю заповедник, ну, скажем, я так называю территорию. Это порядка 200 гектар, находящихся в Псковской области, с двумя озёрами ледникового происхождения. Уникальная, красивейшая территория, находящаяся в окружении других озёр. Это Русская Карелия, Среднерусская, так называют её. Уникальные земли, огромные перспективы, возможности. Ну, а кто захочет, ссылочка на маленькое данное видео и текстовую информацию будет под этим видео в описании. Продаю заповедник. Ну, а теперь самое главное. Натуральный яблочный уксус решит эту проблему. Проблема отрыжки в 95% случаев. Если принимать яблочный уксус, то правильно принимать его необходимо вот как. Перед едой за 5 минут, по 1-2-3, кому как, чайные ложечки. Только натурального яблочного уксуса разведите на 1 треть стакана тёплой воды. И выпивайте. Кстати, этот метод ещё применим при повышенном артериальном давлении. Оно будет снижаться. То есть, придёт в норму. А натуральный яблочный уксус вы можете покупать, ну, где угодно. Веря в то, что он натуральный. Или делать самим, что, может быть, и правильнее было бы. Если условия позволяют. Или покупать, например, на нашем сайте. У нас из натуральных яблок. По осени он заготавливается. В дубовых бочках выдерживается. А потом разливается уже в стеклянную тару. Ссылочка будет в описании под видео. А вот мои ещё важные советы по данной теме. Много за один приём никогда не ешьте. Потому что большому объёму пищи будет трудно перевариться желудочными соками и ферментами. И когда вы едите много за один приём пищи, то тогда дезинфекция большого объёма пищи происходит хуже, чем малого. Лёжа никогда не ешьте. Для здоровья необходимо есть много зелени. И надо пищу любую долго жевать. Это правда старая народная мудрость. Когда я ем, я глухонем. И что пищу нужно разжевать до жидкого состояния. То есть, твёрдую пищу нужно жевать так, чтобы вы её потом проглатывали как воду. А при язвах желудках лучший вариант. Это приём обязательный корня солодки и хлорофила. И, конечно, нужно восстановить кислотность 1,3PH. Кстати, насчёт хеликобактер. Кто-то из продвинутых зрителей может что-то тут сказать мне. Так вот, мол, причина язвы это хеликобактер, прекрасно отвечу я. А как лечить хеликобактер натуральными средствами? Есть у меня видео на моём YouTube-канале про хеликобактер. Собственно, дорогие друзья, вы перед тем, как писать, а вот такое-то видео, такое-то, наберите сначала в YouTube в поиске, например, там, фролов пробел и какую-то тему вводите. Там, пищеварительная система или дыхательная система. Или фролов пробел зубы или волосы и так далее, и так далее. И вы, скорее всего, найдёте видео на данную тему. А вот во время еды стоит есть хлорелу или спирулину. Как я указываю в своём видео, дисбактериоз в первой её половине. Посмотрите непременно. Обязательно ешьте квашеную капусту. Можно с клюквой. Но только, чтобы в квашеной капусте не было сахара. Чем она полезна, вот моё видео. Особо хорошо она сочетаема с жирами, ну, например, с авокадо. И вкусно, и полезно. Переедание и стрессы, а также сладкое, вредят пищеварению и приводят к плохому перевариванию пищи и к отрышке в том числе. Особенно несовместимая пища. Посмотрите моё видео «Раздельное питание». Кстати, яблочным уксусом можно смазывать и кожу, например, при варикозном расширении вен. Хорошо помогает. У него очень много применений полезных. Кстати, мало кто знал, в яблочном уксусе много калия в органической форме. А это важно и полезно для сердца. Яблочный уксус не содержит уксусной кислоты, а содержит органическую яблочную кислоту. Обязательно смотрите вот это моё видео про яблочный уксус. Вот вам ещё от меня маленькая подсказка. Очень полезный, так называемый, калийный бульон. Особенно для сердечников это важно. У кого есть проблемы с нервной системой. Это сок моркови, сельдерей, петрушки и шпината берётся в равных долях и пьётся по стакану два свежего сока в день. Комбинации этих четырёх соков. Кстати, при длительных голоданиях и выходе из них это будет тоже хорошим вариантом. Вот вам ещё мой совет. Придерживайтесь интервального голодания. Не ешьте после 16.00. Учтите мои советы по калориям. И не смешивайте никогда несовместимую пищу. Почему она может быть несовместимой? Смотрите вот эти мои видео. Но говоря о налаживании пищеварения, вообще очень важно учесть. И эти мои видео. Дисбактериоз. Синдром дырявого кишечника. Почему в наши дни мы не можем питаться только плодами? Отчего у зожников в наши дни есть проблемы со здоровьем? И, конечно же, вот это видео про паразитов. Моё последнее на эту тему аналитическое наглядное видео. И последнее, потому что это не все знают. На ярмарке мы больше никакие не ездим. И наши товары не вывозим. Поэтому, дорогие друзья, всё заказывайте только на нашем единственном официальном сайте надгард.ру. И вся информация, которая указана на сайте, точная. А там, если что, есть переход на второй наш сайт. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто этого ещё не сделал. Ну и делитесь, конечно, ссылками на моё это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Это предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом всё. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.